тема что такое фаголизис и фаготип практические навыки качественные методы это определение наличия фаго в исследуемом материале первый качественный метод это индикация фаго в жидкой питательной среде в пробирку суточной бульонной культуры чувствительные к фаго бактерий вносят исследуемый фильтрат после инкубации в термостате отмечают задержку роста бактерий бульон остается прозрачным это является показателем наличия соответствующего фаго в фильтрате второй метод относящийся к индикации это индикация фаго на твердой среде по отту тест культуру засевают на поверхность мяса пептонного агара в чашку петри и дорожкой сверху наносят исследуемый фак после инкубации в термостате в течение суток при соответствии фаго и культуры отмечается задержка роста по ходу дорожки методы тетрования фагов количественные методы тетрование фаго на плотной среде по грацио необходимо иметь пробирки с различными разведениями бактерию фаго ряд чашек петри с мясо пептонным агаром суточную бульонную культуру чувствительных к фаго бактерий смешивают разведение фаго суточной бульонной культурой и выливают на поверхность мясо пептонного агара в чашку петри культура застывает в виде тонкой пленки в которой зафиксированы бактерии после инкубации в термостате незараженные бактерии размножаясь образуют сплошной газон роста на поверхности агара инфицированная фагом бактерия лизируется в результате лизиса на газоне появляются негативные колонии титр фаго определяют по последней чашки где появились негативные колонии титр фаго это его максимальное разведение при котором появляются негативные колонии титрование фаго в жидкой среде по аппельману в девяти пробирках готовят десятикратное разведение исследуемой суспензии фаго в мясо пептоном бульоне контроль это мясо пептонный бульон без фаго во все пробирки добавляют культуру бактерий засеянные пробирки помещают в термостат на сутки затем отмечают результаты опыта титр фаго это его наибольшее разведение при котором наблюдается полный лизис то есть бульон остается прозрачным реакция фаго лизиса применяется для идентификации ставится в двух пробирках номер один опыт и номер два контроль в опытной пробирке участвуют мясо пептонный бульон исследуемая культура шигел и монофаг шигеллы зонны в контрольной пробирке мясо пептонный бульон на который засевается дизентерийная культура фак в контрольную пробирку не вносится после инкубации в термостате отмечают что в контрольной пробирке без фаго отмечается помутнение а в опытной пробирке с фагом происходит просветление в результате лизиса бактерий реакция фаготипирования стафилококкус ауреус определение фаготипа это один из методов внутри видовой дифференциации эта реакция применяется для установления источников путей передачи инфекции при госпитальных кишечных заболеваниях и при пищевых отравлениях суточную бульонную культуру стафилококкус ауреус равномерно распределяют на поверхности подсушенного агара в чашке петли дно чашки расчерчивают на 22 квадрата по числу фагов а затем капают фаги по одному в каждый квадрат посев инкубирует в термостате сутки при температуре 37 градусов учет результатов на второй день фаготип культуры соответствует тому фагу который вызывает ее полный лизис разберем ситуационную задачу по определению фаготипа стафилококка в детском отделении родильного дома выявлены случаи гнойничковых поражений кожи у новорожденных среди кого нужно искать источник инфекции какие методы обследования применить и как установить идентичность культур стафилококка которые выделены из разных источников источник необходимо искать среди персонала надо стерильным тампоном для исследований взять гнойное отделяемое у новорожденных и слизь из зевы и носа у медицинского персонала а затем провести бактериологическое исследование то есть сделать посев в чашке с кровяным и желточно-солевым агаром провести идентификацию то есть определить лицетиназную гемолитическую каталазную плазмакогулазную активность способность разлагать монит в анаэробных условиях чтобы установить идентичность культур стафилококка которые выделены от новорожденных и медперсонала надо провести фаготипирование стафилококка по известной вам методике благодарю за внимание спасибо за внимание за внимание frank вhege Продолжение следует...